Глобальные проекты, о которых перманентно заявляют наши партнеры, как их называют господин Путин, это ловушки, которые расставляются для того, чтобы втянуть в гонку вооружений, направить по ложному пути и чтобы государство потратило как можно больше средств. С учетом цен на нефть, возрастание трат неэффективных на оборону, оно приводит к известным результатам. Я хочу напомнить известную историю, но уже забытую, к сожалению, когда в советское время мы купились на проект «Звездные войны». Это была классическая разводка, мы вбухали совершенно бешеное количество денег и на выходе получили абсолютный ноль. Просто абсолютный ноль. Ни технологий, ни результатов, ничего. Вот то, о чем мы говорим сейчас, это, мне кажется, из той же серии. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным, первое. Второе. Технологически не надо стремиться к каким-то гигантским проектам, потому что в условиях ядерного баланса Третья мировая война идет совершенно другими методами. Какими? Террором. Террором. Когда после заявления Оланда о том, что он войдет в коалицию с Путиным по Сирии, Оланду взорвали Париж, где оказалась вся национальная безопасность Франции, оказалась совершенно неэффективной против террора. Террористы обнулили. Они обнулили даже ядерную составляющую. Что, Оланд должен был бомбить Париж, чтобы уничтожить каких-то террористов? Нет. Вот о чем речь. Не нужно быть готовым к прошлым войнам. Не будет больше войн, когда, как под Прохоровкой, с одной стороны тысячи танков, с другой стороны тысячи танков. Нет никакого смысла. Нас пытаются вогнать в традиционные такие рамки. Давайте по количеству самолетов, по количеству танков, боеголовок и так далее. Нет, ребята. Это тупиковый путь. Потому что, я еще раз подчеркиваю, потому что Украину опустили ниже Плинтуса только для того, чтобы там можно было вербовать дивизии диверсантов. И попробую их идентифицировать здесь. Переведу элементарный пример. Один стратегический бомбардировщик США, который в условиях ядерной войны выполняет всего лишь полет в один конец. Он даже не предусматривал его возврат на свой аэродром. Он стоит 35 миллионов долларов. А теперь посчитайте, сколько на 35 миллионов долларов можно навербовать террористов на той же Украине. Бесчисленное количество. Вот как ведется третья мировая война, которая называется гибридная. Гибридная, то есть разная. Я много слышал от журналистов, которые поймали этот термин. Гибридная война, там еще какая-то, еще какая-то. Но я ни разу не слышал, чтобы наши специалисты сказали, что такое оборона в гибридной войне, какой она должна быть и так далее. Я только слышу количественные показатели. Давай больше того, больше сего и так далее. Я думаю, что нам нужно подходить более зрело к этому. И понимать, что нас ждет не прямая агрессия стран НАТО. Нас будут подрывать изнутри. Поэтому, соответственно, нужно и выстраиваться, а не сбрасывать все на ФСБ, которое уже работает 25 часов в сутки.